Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Велопосланник. Я приехал на день велосипедиста. В общем, что могу сказать. Сейчас 9 утра. Большая претензия организаторам острова Татушев, наверное. Уже который год они устраивают это все в 9 утра в субботу. Прикиньте, человек всю неделю отработал, ему нужно встать в 8 утра и потом еще ехать на мероприятие как велосипедисту. Сразу же множество велосипедистов отпадают. В общем, само мероприятие не здесь, мне так кажется, я поехал дальше. Сейчас капец, на суслика наехал. Я еду, и он прям под колесо так забегает. Ну живой остался, пробежал. Я прям почувствовал, как бы под колесом оказался, под передним. Печалька. В общем, что, по присутствуем на мероприятии. Попробуем поснимать все это дело. Можете видеть, шлем надел, специально раскрасил его, как велопосланник. Не знаю, ветер, наверное. Людям интересно. Я отвык уже на публике снимать. То есть снимаешь, все заглядывают в камеру. Шлем, да, старый. Уже краска слезла, и я решил раскрасить. В общем, посмотрим, может, знакомых каких встретим. Проехал через весь остров Татышев. Думал, что здесь будет. В прошлый раз, когда я был, было здесь мероприятие. День велосипедиста. Ну вот и велодей. Зря проехал. Сколько там? Километр 4, наверное, я проехал. Сейчас придется обратно возвращаться. Ну вот 9 утра уже точно наступило, но я там был и никого не было полком. То есть спрашивается сразу же, да, большой минус. Зачем, как бы, рано утром-то устраивать? Сделайте вы, как бы, в обед, там, 2 часа, 3. Народ, как бы, сторонний потянется. Все делаю так, чтобы, как бы, велосипедистов не привлечь. Возвращаясь обратно, надо, как бы, на открытие поспеть. Здесь проблема-то в чем, что я ночью отработал, и вот, получается, 5 утра там встал. Вот. Естественно, нужно было сразу же ехать на это мероприятие. Это плохо. Если бы они в обед устроили, я бы хоть выспался. Я в прошлом году из-за этого не поехал, потому что не выспался. Ну, как бы, с ночной смены был, поэтому не поехал. Но сегодня решил, где надо съездить. Сразу же видно, что велосипедистов не густо. Мало, мало. Но, как бы, три часа будет мероприятие, а в среднем длится на 4. Вот. Поэтому, может быть, потом еще потянутся. Глянем. Короче, уже полчаса идет день велосипедиста, и проходит он вот так вот. Вот, как бы, дети на беговелов катают. Народу вообще нету. Это вообще левый народ. Здесь будет отдельное мероприятие. Сегодня какой-то сцена. О том, что здесь проходит день велосипедиста, не говорит вообще ничего, на самом деле. Вот. То есть, вот, как бы, дети катаются. Из взрослых людей. Вот только я. И там, вот, где-то на отшибе полтора-два велосипедиста стоят. Ну, вот, в общем-то, такие, друзья, дела. Пацаны, вот, мелкие, гоняются. Ну, конечно, неправильно это. Нужно в другом формате, в другое время проводить данное мероприятие. К нам на локацию спортсеха. Еще раз, ребят, скажу, где она находится. Вот здесь сцена, откуда вещаю я. Ровно справа от меня, если вы на меня смотрите, там находится локация мастеров спортсеха, которая готова починить ваш байк. Вот, может быть, простой велосипед не обязательно горный или BMX. Вон, короче, нашел. Я вторую локацию решил проверить. Здесь все-таки хотя бы велосипедисты сидят. Но тоже, как вы знаете, не пусто. И то, посмотрите, вот оно, как бы вроде как в формате именно велоспорта. То есть спортсмены. То есть велосипед, велосипед типа в обязательном порядке позиционируется именно как спорт. Блин, да это не всегда так. Это не всегда спорт. Вот, когда пока у нас это позиционируется именно как спорт, у нас велосипедизм не будет процветать. Вон они все, спортики у этих, как спайдермена одеты. Сейчас гоняться будут соревнования у них. Девять сорок девять. Девять пятьдесят. Вот это весь, весь народ на соревнованиях. У нас даже спортсменов в городе мало, шоссейных. Короче, друзья, вы сами все видели. Две площадки посетил, больше у нас нету площадок, только там и эта. Ну здесь вот спортсмены, как бы тоже их мало очень. Но спортсмены, особенно велоспортсмены, я их в принципе-то за велосипедистов и не считаю. Как бы они, я их за людей-то порой с трудом считаю. Они какие-то такие небедимые, все-таки, такие, такие угрюмые. В общем, там соревнуются. Ну я не знаю, время еще как бы сколько, сейчас я посмотрю. Вот, на свой велокомпьютер. Ну вот пятьдесят одна минута. Час мероприятия уже почти что прошло. Я не знаю, может быть там еще прибавится и мы сходим туда на площадку. Вот, знаете, ну если там вот так вот такое мероприятие и будет, ну тогда и в следующий год я не пойду. И поэтому, наверное, может люди и не ходят, что вот походили, посмотрели, увидели, что это один спорт как бы. Вот я помню, когда в период, когда вот Мария там устраивала, они там как-то в кооперации с кем-то целые парады там перекрывали улицу Миру. Велопарад города Красноярск, первый, единственный в мире. С вами транслируют я, Симеон, вот еще тут сосед мой транслирует. Миру вот это был велодень, там всякие классные штучки. Сейчас это какая-то плевотина. Зачем здесь день велосипедиста и спортсмена? Вот они понять не могут и почему никто не может там. Как бы я понимаю, мне могут сказать, ну возьми, возьмись, типа организовывай. У нас есть пятничные покатушки, критическая масса. Там еще более-менее велосипедистов собирают. Но я имею в виду простых велосипедистов, любителей. Вот, поэтому успехов вам, ребята. В череде успехов. А у нас что-то вот там я видел какого-то чиновника, я не знаю, руководителя. Он сам спортсмен там, агроспорта. Ну что вы не можете как-то людей привлечь, заплатите им деньги. Пусть они как-то занимаются вот этой вот организацией, популяризацией. Не велоспорта, а велосипедов в целом. Ну я не знаю, короче. Может быть я тупой какой-нибудь. Сейчас посижу немножко преисполну. Утром хорошо, травкой пахнет. Так люди йогу, понимаете, вот пахнут. Девки всякие. Вообще тухло, тухло. А также сегодня в спортсах предоставляю специальную мастерскую локацию, на которой можно быстренько починить свой байб абсолютно бесплатно. Все это в честь праздника Всемирного дня велосипедиста наша мастерская находится справа от сцены. Если вашего спортсмена случилось... Вообще как чуяло мое сердце, вот так надо было и не ехать. Лучше бы сейчас домой пришел с работы, поспал бы. Духлое мероприятие, сейчас встретил подписчика одного. Народа вообще нету, говорю, дети. То есть такой день велосипедиста для детей. Хотя бы уже сразу бы сказали для детей. Там еще нету. Готовится какое-то другое крупное мероприятие. Я лучше днем на него съездил на это мероприятие. Потом вечером у меня там выступление небольшое. Вот. Поэтому вон там я сел. Мой друган там йогу преподает. Утром случайно увидел. В общем-то такое вот мероприятие. Я думаю оно не улучшится. Народ не прибавится. Потому что либо люди приезжают реально в 9 утра и все и начинается. Какой-то там квест, не квест. Я там на квест какой-то велосипедный зарегистрировался. А эту тему нужно конечно как-то, блин, это мутить, крутить. Как-то все это технично проделывать. Йога больше всего вон. Там йоги, здесь йоги. Там что-то. Народ крутится, мутится. В общем, вот встретила наконец-то эти пятничные велопокатушки. Да. Всем привет. Пятничные велопрогулки. Всех приветствует вас. Подписываемся все на канал. Приезжаем каждую пятницу в 9.30. У нас старт. Бывает чуть раньше. Есть группа ВКонтакте. Вело Красноярск называется. Вот с таким вот логотипом. Присоединяйтесь. Будем рады всех видеть. Велопосланнику тоже огромный привет. А я, как уже сказал, они собирают больше народу, чем сегодняшнее мероприятие. Как бы там. Вчера было 57 человек по этому. А здесь два с половиной минуты. Крутим гаечки, крутим гаечки. Чтобы знамя было видно всему Татышеву сегодня. А это твой, да, велосипед? Этот, да. А если у тебя два, да, получается? Или это новый какой-то? Да. Ну как, он новый с того года я его покупал. То есть у тебя сейчас один или два велосипеда? У меня сейчас два, да. Один вот... Один обычный Hard Trail у меня и двухподвес. Ага. По настроению, что больше нравится. Уберем что-то. Уберем что-то. Уберем что-то. Да, да. Ну красиво. Мне нравится двухподвес и GT. Всегда нравились. У них такая красивая. Красивая. Дорогая штука и много требует на обслуживание скажем. Да, да. В принципе, к этому надо быть сразу готовым. Базаров ноль. Я вот в спортсех отдавал полностью всего ТО 20 тысяч рублей. Нормально. А почему я вообще на циклокроз ты пересел? Да ты просто понял, что ты это... Да, я на твоём прокатился тогда на большом, ну, Грэви. Ага. Ну да, да. И я такой думаю, ага, почему я не на нём катаюсь? Давай вот так. В общем, встретил вот я друга. Он преподает йогусь. В общем, да, всех потихонечку встречаем. Все бегуны у нас. Все бегают у нас. Ну, как фига, в Сибирь. В Сибирь всегда все беглецы. В общем, наш спортсмен едет от команды. И так приближается представитель нашей команды. Спонсором её заезда является пятничные велопрогулки Красноярска. Как заехать сзади? Ну, я сейчас, это, покажу. Ещё награждение. Я думал, так просто покатались. Там у шоссеров очень много категорий по возрастам. А у МТБ просто МТБ мужчины, МТБ женщины и всё. А чё обещают за приз? Не знаю. Приз? Не надеюсь. Приз? Автомобильный. Молодец. Всё. Молодец. Спасибо. До свидания. А, да. Номерок. Верни, пожалуйста. Пойдём, поехали. Мои подписчики вон едят. Да, да, да. Смотри, какая просто мутная. На левсе. Между прочим, подрастающее новое поколение, которое возьмёт всё с наших рук в свои руки и будет продолжать эти все велодвижения. Главное, зарекомендовать наши велодвижения, пока ещё мы их ведём в отличном порядке, чтобы детям это нравилось. И они растили новые поколения и катались. Потому что велосипед это не то, что замечательное средство передвижения, а ещё и здоровье и всё-всё остальное. Так что катаемся, отдыхаем. Для себя. Подписываемся на канал. Да-да-да. Пацаны, вообще ребята. Отъехала немножко от ребят. В общем-то, ребята сгладили моё настроение, впечатление, когда вот встречаешь пацанов, с которыми ты... Ну не то, что пацанов, а людей, с которыми ты одной крови, как говорится. Ты и я одной крови, ты и я. Вот. В общем-то, как бы сразу же комфортно. Сейчас мы ждём награждения там девушки, за которую мы болели, вы там видели. Надо с пацанами кооперироваться и как-то поднимать эту тему-то. Вот они с флагом ездят, я вам заснимал там. Вот. И от этой темы, короче, начать движение как-то вверх. Чтобы людей, простых обывателей, велосипедистов подключать к этой все теме. Делать свою велокоманду. От этой велокоманды выпускать людей. Потом там идти сосиски жарить и, в общем, радоваться и веселиться. И такую велобанду такую замутить. Поэтому... Вот как бы это такие мои мысли, друзья. Пункт заняла Заватовская Ирина. Она не ожидала, что сможет попасть, видимо, на подиум. И уехала, к сожалению. Большин Атреума второго места. Тик-тик. А ещё сертификат. Еее. Вот это вот важно. Это деньги. Медали ваши всякие. Да. Сидали. Красиво. Вот такую штуку вы можете получить. Это вот наша... Следующая категория. Женщины 50-55 лет. Больше боялась ехать, больше уговаривала. Молодец. Это твой первый заезд? Нет. Такой, да. Гонку с результатом 39 минуты 1 секунда. Молодец. 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 Я другу тебе пойму. Ура. Юра, только не тормози резко. В общем, короче, делаем мы финальный круг. И он едет. Эй! 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 толком. В общем, ребята из Велопосноярска сделали мой сегодня день. Подняли у меня настроение. Друзья, спасибо вам. Думаю, мы в дальнейшем будем клепать подобные видео. Думаю, с каждым разом они будут интереснее и интереснее. Есть у нас все-таки в городе настоящие, дружные велосипедисты. Ну а с вами был я, Велопослание. Подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч.